После всего, что вы повидали в этом мире, для чего нужны голодные игры? Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах. Официальный синопсис. Панем готовится к 10-м голодным играм. Молодой Кориолан Сноу, амбициозный сирота из знатного, но обнищавшего рода, с блеском окончивший элитную школу в Капитолии, рассчитывает на именную стипендию, чтобы продолжить образование и спасти свою семью. Но коварный директор, создатель голодных игр, объявляет о новых правилах. С этого года выпускники будут менторами участников голодных игр, и тот, чей трибут победит, получит заветную стипендию. Кориолану достается Люси Грей Бэйарт из Дистрикта 12, миниатюрная бродячая певица, чьи шансы на выживание выглядят ничтожными. Предисловие. Действие фильма происходит за 64 года до событий первой части картины, за много лет до того, как Кориолан Сноу становится деспотичным президентом Панема. Напомним, что Панем – это государство, созданное в будущем на планете Земля, в неизвестный момент времени после неизвестного катаклизма. Расположено оно на территории Северной Америки и разделено на 13 областей – дистриктов со столицей, которая называется Капитолий. Гражданская война обратила страну в руины. 13-й дистрикт уничтожен, а завоеванные регионы в наказание должны отправлять по два трибута на голодные игры, дабы не забывать свое место в новом мировом порядке и кому они служат. О фильме В начале фильма Сноу предстает перед нами молодым юношей с тяжелой ношей на своих плечах, где ему приходится заботиться о своей сестре и бабушке, выживая в кастовой и иерархичной системе Капитолия, где каждый хочет обставить друг друга ради заветной должности, денег и власти. Сироте без всякой поддержки и влиятельных друзей приходится пробиваться за счет своего ума и решительности, работая в одиночку, в противовес врагам, которые всячески пытаются остановить молодого Сноу, давая ему невыполнимые задания, одно из которых – менторство над Люси Грей Бейерт, трибута Дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимания Панема, становясь фавориткой грядущего соревнования, однако ее нежелание убивать уменьшает шансы на ее победу, а значит и победу Сноу. Без всяких сомнений, молодой Кориолан – главный герой данной картины. Режиссер и сценарист фильма великолепно подчеркнули внутренние переживания персонажа, который всеми силами пытается скрыть свои истинные эмоции. Его главная и единственная поддержка в этом жестоком и угнетающем мире – его любящая сестра, кузина Тайгрис Сноу, которая выступает противовесом к философии их бабушки Мадам, которая всеми силами пытается призвать Кориолана к действию через жестокость, как и его отец. Персонажи в этом фильме выступают зеркалом души главного героя. Сайант Плинт, сын богатого чиновника, родом из Дистриктов, радикально выражает стремление Сноу помочь людям. Люси Грей – чистоту его души, доктор Гаал – амбиции и жажду власти, а директор олицетворяет месть и провал семьи Сноу. Каждый из них выступает в роли ангела и дьявола на плече главного героя. Лично мне кажется, что главная тема этого кино – это борьба любви с рациональностью, с миссией выжить. Однако, как бы картина не показывала нам Сноу, мы знаем, что в будущем он станет жестоким тираном. Но как мы можем переживать за злодея и злодей ли он? Кто такой антигерой? Мода на данный тип героев началась со времен Дарта Вейдера. До приквелов он был устрашающим рыцарем в черных доспехах, чье присутствие вселяло страх в сердца его солдат и врагов. Его загадочность приковывала зрителей к креслу и заставляла их требовать его присутствие еще и еще. Благодаря приквелам мы увидели историю падения светлого юноши, который всеми силами хочет защитить своих близких, впавшего ангела смерти, несущего разрушения и хаос. В итоге, отрицательный персонаж – это герой, чья душа и внутренний мир были уничтожены внешними событиями и другими персонажами, где логической реакцией на данные события является лишь месть. Ты сделал мне больно, я сделаю тебе больно. Тем самым, такое человеческое восприятие ситуации больше вызывает сочувствие, нежели ненависть, что в свою очередь может перерасти в симпатию. Этот же эффект возникает и при просмотре приквела «Голодным играм». На протяжении всего фильма наша команда переживала за Сноу и его поступки, смотря как светлый парень теряет свое сердце и душу во благо власти и амбиции. Он проходит путь от влюбленного и доброго юношей до бесчувственного и сломавшегося внутрь человека, который вскоре станет значимым звеном в будущих играх. Вердикт. Фильм поставлен по одноименному роману Сьюзен Коллинз, за постановку которой отвечал мастер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс, возглавлявший все экранизации по данной франшизе. В данной картине его постановка выглядит очень плавной и многослойной, задавая тон последующим сюжетным поворотам и фильмам в целом. Как зрителю нам было приятно наблюдать за развитием отношений между Люси и Кориаваном. Хотелось бы отдельно выделить превосходный актерский состав в лице Тома Блита, Питера Динклиджа, Рэйчел Зеглер, Хантер Шефер и Вайолы Дэвис. Восхитительная работа декораторов и костюмеров, чей вайп сразу же погружает себя в мир ранее «Голодных игр». Потрясающий кинематограф и сценарные повороты, подчеркнутые красивым саундтреком от Джеймса Ньютона Ховарда в исполнении прекрасной Рэйчел Зеглер. Достойный спин-офф, яркой и красочной франшизы. А как вы опишите фильм одним словом? «Голодные игры». Баллада о смеях и пепчих птицах. Именно то, что мы любим, нас и уничтожает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова